Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. До сих пор чувствую себя хуже всех. Я взрослая, адекватная женщина, но до сих пор чувствую себя хуже других. Я знаю, что это за школа, я в классе отличался от других внешностью, маленький рост, точные волосы тоже отличались. Поэтому я стал жертвой буллинга. Он длился все 10 лет учебы. За эти годы мне очень хорошо внушили мысль, что я хуже всех, что я самая некрасивая. И вот что интересно, после школы, прошло больше 20 лет, сейчас мы с одноклассниками общаемся. Конечно, меня сейчас не нравится, но у меня до сих пор внутри чувствую себя намного хуже их. Причем, интересный момент, ощущения хуже других распространяются только на одноклассников. То есть, другие люди, не являющиеся моими бывшими одноклассниками, не кажутся мне лучше меня. Но среди других людей, не являющихся моими бывшими одноклассниками, у меня все равно присутствует странное самоощущение. Мне его сложно объяснить, но я попробую. Я не хуже их, я как будто бы менее жива и настоящая, чем они. Я как будто бы менее человек, чем они. Я как будто хоть и не хуже, но радикально отличаюсь от всех, а глобально отличаюсь как-то. Мне кажется, что все эти люди видят, что я отличаюсь от всех радикально. Как будто у меня знание о том, что меня воспринимают как какого-то киберга или биоробота. Я головой понимаю, что все это не так на самом деле, что нельзя домысливать от других, что на самом деле я ничем радикально не отличаюсь от толпы, и никто не видит никаких радикальных отличий во мне, и тем более не считают меня биороботом. А вот у меня в душе такие представления уже очень много лет, даже не помню сколько именно. Чтобы хоть частично уменьшить это представление, я постоянно крашу волосы в черный цвет, так как в школе мне говорили и высмеивали за светлый цвет волос, я до сих пор со светлыми волосами чувствую себя ничтожеством. Что это такое? Можно ли избавиться от такого самоощущения самостоятельного? Ну, самостоятельно, наверное, вряд ли, потому что, если бы вы могли, вы бы это сделали уже. Вот. У вас, судя по всему, есть несколько моментов, вот, и самостоятельно с ними вам, ну, никак не справятся. Вот. Вообще, я бы сказал, что обычно люди, которые спрашивают, можно ли избавиться самостоятельно, понимаете, здесь какой-то момент, что вы уже обращаетесь за помощью, вот, что как бы уже автоматически показывает, что самостоятельно вы с этим не справляетесь. Вот. И вы отрицаете этот факт, что вы не можете справиться с этим самостоятельно. Вы, обращаясь за помощью, продолжаете настаивать на том, чтобы справиться самостоятельно, хотя, хотя, фактически вы уже не самостоятельны в этом. Ну, вот так, к сожалению, к сожалению. Так вот, люди, которые так делают, люди, которые так поступают, они, как правило, не хотят реально над собой работать. Не хотят. Вот, не хотят. Реально не хотят. Вот. А это значит, что есть определенная выгода вам от вашего состояния. А вы, конечно, вероятно, вероятнее всего с этим не согласитесь, вы, вероятнее всего, будете это отрицать. Вот. И я с вами ни в коем случае спорить не собираюсь. Потому что, ну, как бы, считайте так, как считаете. Ну, ваши права. В любом случае, обычно, обычно, дела обстоят именно, именно так, как я говорю. Вот. Соответственно, если есть какая-то выгода вам от вашего состояния, а она эта выгода есть, вот, то её было бы неплохо найти. То есть, было бы неплохо найти и увидеть, что спам, собственно, за выгода-то. Вот. То есть, что вы для себя, как бы, ну, получаете, условно говоря. Что вы для себя получаете. А, вот, находясь в этом состоянии, находясь в этой позиции. Ну, ну, в такой позиции. Вот. Это первое, потому что выгода есть. То, что вы эту выгоду не замешаете, ну, не означает, как бы, что её нет, к сожалению, да. Вот. Дальше. А, следующий момент. А вы говорите о том, значит, что в классе у вас, значит, значит, был буллинг, буллинг. Вот. Вы говорите о том, что вас, вам, точнее, вам за 10 лет внушили, и вот, значит, с тех пор вы думаете, что вы хуже всех. Это комплексы, это оценка, это неверность в себе. И важно понимать, что это не случилось в школе. Это случилось до школы. Это очень важно понимать, что это случилось до школы. Это было до школы. Вы пришли, вы пришли в школу, уже будучи готовой признать, что с вами что-то не так. К сожалению. Вот. А, опять же, опять же, очень важно понимать, что, скорее всего, с этим вы тоже не согласитесь. А, дальше, очень, очень сильно идет у вас отрицание себя. Вот прямо очень сильно вы себя отвергаете, очень сильно вы себя отрицаете, очень сильно это у вас выражено. Прямо вот оспариваете вы, прям вот оспариваете вы, значит, свою личность. Прямо очень вы оспариваете вы, прям очень вы оспариваете свое право на жизнь. Прямо очень вы оспариваете свою ценность. И, к сожалению, школа не является первопричиной этому. Школа является лишь тем, что раскрыла это. Просто раскрыла этот момент и все. Да. 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 У вас много непрозитых чувств по отношению к одноклассникам. Своей обиде и так далее, я думаю, что им вы сейчас ничего не говорили, им вы сейчас ничего, им вы ничего, ничего, ничего не высказывали. Вот. Что, кстати, интересно. Интересно, зачем вы с ними общаетесь, если вот, если вот, они с вами вот, ну, условно так, так поступали, да? То есть, ну, для чего с ними, для чего с ними вы сейчас общаетесь? То есть, ну, как бы, чтобы что? То есть, это какая-то вот попытка компенсировать что-то. Это какая-то надежда на то, что они вам, ну, вот, как-то докажут, покажут, что вы не правы. То есть, это стремление, желание, ну, самоутвердиться. То есть, вот, для чего вы с ними общаетесь? Зачем? Это вот, это вот, это вот отдельный момент, это важный момент. На это, на это нужно обратить внимание. Но это в том, что, я думаю, что вы привязаны, привязаны, я думаю, что вы привязаны к ним, вот. Именно тем, что остался незавершенный, как бы, ну, незавершенный гештар. Вот. А если вдруг вы не знаете, что такое гештар, да, по-моему, милости прошу в интернете, в интернете посмотреть, там все написано, сейчас об этом я говорить прямо, ну, сейчас об этом я говорить не буду. Объяснять что-то, что это такое. Вот. Значит, что нужно сделать? Ну, по крайней мере, желательно. Желательно все чувства ваши, относительно вот этой истории, безусловно, истории печальной, безусловно, истории трагичной, прожить. А что это значит прожить? Прожить это значит выразить свою злость, которая у вас есть. Вот. Потому что в буллинге, когда вы учились в школе, вы такой возможности были лишены, скорее всего. Вы были лишены возможности выразить свою злость. Вот. Чувство беспомощности, чувство самоценности своей, ну, отсутствие самоценности своей. Это история именно про невыражение своей позиции, подавление ее. Вот. Своей позиции я имею в виду. Нужно ли с этим работать? Да. Нужно. Нужно ли это как-то вот исследовать? Да. Нужно. Самостоятельно вы сделать этого не сможете. Вы почему-то сравниваете себя с другими людьми. Вот. Опять же, довольно интересный момент. Почему? Вы сравниваете себя с другими людьми. Как вы к этому приходите? К тому, чтобы сравнивать себя с другими людьми. И что в этом замещаете? Я вам скажу, что в этом замещаете. В этом замещаете. В этом замещаете, в первую очередь, свои интересы. То есть, вот. Именно, именно, именно то, чем вы могли бы наполнить свою жизнь, вы замещаете сравниванием себя с другими людьми. К сожалению. Вот. Это. Очень важный момент. То есть, изначально, вы не очень интересны себе. Дальше. Когда мы говорим о буллинге, да, то возникает естественный вопрос, касающийся именно родителей. То есть, роль родителей в этом вопросе. Какая она, эта роль? Вопрос? Вопрос. Как родители относились, реагировали на то, что вас булили? Знали ли они об этом? Чувствовали ли вы, чувствовали ли вы поддержку? Вот. От них. И, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, выводы были совсем одна. Почему так произошло? Как так произошло? Очень важный момент. Вот. И отчасти ваше состояние связано с тем, какие у вас отношения с родителями говорят. Потому что, ну, вы же вышли из семьи. Свои. 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 Дальше. С точки зрения психотерапии, то, что вы испытываете, да, является таким, таким социальным средом личности. То есть, некой такой, ну, некой надстройкой личности, которая может представлять из себя что-то вроде родителя внутреннего. Совершенно забываете про другие вставляющие. Про свое желание. Про свой аналитический потенциал. И так далее. То есть, вы говорите, что вы все это понимаете, но чувствуете так. Вы не это чувствуете. Вы чувствуете отсутствие интереса к своей собственной жизни. Поэтому, с точки зрения психотерапии, я обработал именно над тем, чтобы, с одной стороны, проживать ваши чувства, вот, которые у вас остались. И завершать потихонечку те кишталки, которые у вас имеются. И с другой стороны, наполнять свою жизнь интересным, интересным, смыслом и так далее. Вот. Отходить немножко от оценок. Да. Я сейчас скажу такую вещь, которую, наверное, не поддержат, возможно, те, кто это услышит, но, тем не менее. Вот, когда вы говорите про то, что я прям чувствую, что со мной что-то не так, прям чувствую, что я какая-то не такая, прям чувствую. А вы удивитесь, возможно, но в какой-то степени вы правы. у вас действительно есть что-то, что отличает вас очень сильно от других людей. У вас действительно это есть. но вы видите только негативные проявления этого, по сути. Только негативные. Это проявления, которые вообще лишены какого-либо полюса. Понимаете, полюса нет. Но вы видите, вы видите только с одной этой стороны. Вот. Очень важно, на мой взгляд, вам увидеть то, как вы к этому приходите. Как вы приходите к тому, что видите, это только с одной стороны. Как вы видите то, что, ну вот, исключительно неправильно. Вот. Вы же почему-то видите, в этом только что-то исключительно неправильно. Вот. На мой взгляд, нужно это рассмотреть, попробуем. То есть, почему вы видите только, что это что-то неправильно. Почему вы не видите других аспектов? Ну, с другой стороны. И, помимо того, что это что-то неправильно изначально, собственно, у вас не сформировано свое собственное отношение к этому. Потому что, ну, если это действительно так, если действительно у вас есть что-то неправильно, да. А что такое неправильно, да. Это ведь неправильно, это когда, по сути, неправильно. Это когда мне это мешает. Вот тогда это неправильно. Когда мне это мешает. Как вам мешает то, что вы считаете неправильно? Согласитесь, это было бы, ну, довольно интересно. Довольно интересно было бы это узнать. То есть у вас не сформировано отношение к этому. Ну, просто вот не сформировано, его нет. Есть отношение с других людей, опять же, к этому. Да. Отношения с других людей есть. Ваше отношение, ваше собственное отношение к этому, скорее всего отсутствует. Ну, к сожалению. Вот с этим, на мой взгляд, тоже нужно работать. Чтобы у вас как-то вот было свое собственное отношение к себе. Вот. Чтобы вы замечали какие-то вещи. Чтобы вы чувствовали какие-то вещи. Ну, полную картину, так сказать, видели. А не что-то одно, как сейчас. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Что это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь за помощью. Самостоятельно, повторюсь, у вас нет, скорее всего, возможности, как-то, ситуацию разрешить. Потому что, ну, тут все довольно просто, если бы, если бы могли, если бы могли, то разрешили бы. Вот. А поскольку не разрешили до сих пор, то не можете. Вот. Это имеет смысл признать. Если же вы по-прежнему ищете возможность справиться с этим самостоятельно, то значит, вы имеете какую-то выгоду от своего текущего состояния. Вот. Имеете какую-то выгоду. Например. Например. Выгода может заключаться в том, что вы просто не хотите выходить из зоны своего комфорта. То есть вам, вам хочется вроде бы как, ну, вроде как хочется быть, вот, ну, может быть, не знаю, по свободе, да? Вот. Вам хочется, может быть, чувствовать себя как-то вот, ну, более, ну, более уверенно, да? Более, как-то раскованно, может быть, да? Более свободно. Вот. С одной стороны, вам этого хочется. С другой стороны, с другой стороны, это означает выйти из зоны комфорта. Это означает выход из зоны комфорта. А это всегда про неопределенность, это всегда про какую-то тревожность, это всегда про вот такие вот вещи, к сожалению. И возможно, только возможно, что вы к этому не готовы. Просто. Вот. Ну, так бывает. То есть, если это так, то ничего страшного абсолютно в этом нет. То есть, опять же, вам бы просто это признать для начала, признать, что вот как-то вот, ну, не хочется, не хочется вот на сто процентов, ну, на сто процентов, да, не хочется вот быть уверенным в том, что ваша жизнь как-то изменится, как-то поменяется и так далее. Вот. Ничего страшного абсолютно в этом нет. Ничего такого плохого, ужасного нет в том, что вы как-то вот этого, знаете как, избегаете, например, да. Ничего страшного. Вот. Возможно, если вы, опять же, не будете от себя пребывать, если вы не будете от себя пребывать, измениться. Потому что мне показалось, что вы как раз-таки-то вот требуете от себя этих изменений. Вы требуете, что всё. Я должен, опять же, перестать всё. Должно быть, ну, по-другому теперь. Вот. Если вы не будете от себя пребывать, то, вполне возможно, вы удивитесь тому, что не так много вам нужно на самом деле в себе менять. Ну, просто вот не так много. Вы удивитесь. Значит. Чем дольше вы находитесь, ну, вот в этом состоянии, вот, чем сложнее будет из него. Выходить. Поэтому, я не рекомендовал бы вам затягивать с обращением к, ну, к психологу. Вот. Не рекомендовал бы. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет. Ну, для вас. Вот. Как-то так. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Будем рады вам помочь. uruщик. В grease. Ура. Выходить к виствам полезный вид. Горет.